Джеки, Бекки, Хионг Катты на Ламрим программу. И вот это путешествие в философию буддизма, оно длится очень много. Шила, Катя, расскажите, как вы заинтересовались в этой программе? Давайте начнем с Катты. Вот в этой программе Ламрима вы видели вот эту рекламу. Да, потому что я ездила в Аризону на программу и хотела бы изучать больше мудрости. Хорошо, я надеюсь, что я смогу вам дать некоторое. Я тоже ездила на рекрит и я хотела бы иметь больше ресурсов, чтобы продвигаться по пути. Да, это вот наша цель, это то, что мы хотим. Ну, Джеки и Бекки, я знаю их по предыдущим курсам. Джеки, рад тебя видеть на этом занятии. Спасибо большое, дорогие друзья, быть способны. Мне это интересно, чтобы применять это в своей жизни и в своей жизни реально помогать другим, чтобы они могли развить свою доброту и любовь к другим. Бекки, она что-то нам пишет в чате. Ну, добро пожаловать, я рад тебя видеть. Итак, чтобы прояснить, вот то, что я делаю, это длинные курсы Геши Майкла, мы начнем с первого занятия, которое началось с 2010 года, и я использую Knowledge Base как его учение, и мы будем следовать этому пути. Тут не будет никаких домашних работ и контрольных работ. Я знаю, что некоторые студенты устали от дидективного стиля обучения, поэтому я пытаюсь вот таким образом сейчас преподавать. Итак, формат курс будет примерно 2 часа во вторник, и вопросы мегитации по пятницам. И то, что я прошу каждого, чтобы вы делали, это написать, если у вас есть какие-то вопросы, запишите их. И Наталья поделится формой, и вы сможете задать эти вопросы до 10 утра пятницы. И я приложу все усилия, чтобы ответить на ваши вопросы пятницу наравне с обсуждением и медитацией. Я побеждаю вас создать группы, 5-10 человек, где в группах вы могли обсуждать, как это применять в своей жизни, и то, как это может изменить вашу жизнь. Я обучаю еще три группы студентов также, и я приложу все усилия, чтобы наилучшим образом отвечать на ваши вопросы в пятницу. Итак, немного о себе. Я аквалифицирован биохимик, у меня почти биохимик. Биохимия, мое хобби, это заботиться о моей прекрасной жене. И другой хобби, мне нравится писать книги о ядерном оружии, а вот эти системы. Я начал это делать намного задолго до того, как стал монахом. Я публиковал шесть книг. Если вы заинтересованы в военных сооружениях, я могу поделиться наименами. Я женат 48 лет, но моей прекрасной жене в Саране. Она очень важная учительная сяблая. Вдвоем жили в Алмазной горе в начале и прошли трехлетний ретрит. И мы создали, помогали развивать этот центр. Я стал полностью посвященным нам в 2020 году. И у меня есть болезнь Паркинсона, поэтому у меня есть вот эта дрожь. Это прогрессирующая болезнь. Я не могу больше печатать. Но вот что ушло с этой болезнью, это факт того, что я не могу полностью вернуть в буддийскую практику. Я рассматриваю болезнь Паркинсона как неудобство для меня. И я знаю, что это очень хорошее место, чтобы объяснить, как и почему. То, как я получил Паркинсон, это было из-за тех химических веществ, которые я использовала во время своей работы. Но почему у меня есть Паркинсон, поскольку я создавал неудобства людям других. И это раскрывается сейчас как то, что у меня есть вот эти неудобства через Паркинсон. И понимая, что это моя ошибка того, что я делал в прошлом, я принимаю Паркинсон и работаю над этим. Я прошу вас приходить на занятия и радоваться чему-то на занятиях. И мы будем спрашивать студентов, учащихся, чтобы они могли порадоваться чему-то. Итак, есть ли какие-то вопросы? Нет? Нет. Итак, мы начнем сейчас. Давайте создадим свою мотивацию. Расположитесь удобно, закройте свои глаза. И слушайте меня и следуйте за мной, доверясь тому, что я говорю. Более драгоценна, чем драгоценный камень – это форма человека. Найти эту жизнь однажды сложно, чтобы обрести, но легко, чтобы разрушить это, как вспышка света. И это размышляя об этом, осознайте, что все наши начинания, они как вспышки света. И стремитесь каждый день и ночь обрести эту верную ценность. Я, о йоге, проношу эту практику для вас, те, кто ищет освобождение. Итак, Джетсон Габба начинает с Лаврин Чеппо. И вот это, то, что говорит Геш Майкл, Музей Вич, вам нужно искренне верить о том, что я хочу достичь просветления, как можно скорее, я хочу достичь этого в этой жизни. И когда я это сделаю, я освобожу каждое живое существо от каждого болезни и каждого существующего страдания. И тогда я приведу каждое существо к уровню Будды. Что означает абсолютное состояние счастья. Вот почему я изучаю этот курс, который показывает все шаги к просветлению. И сейчас давайте преподнесем Мандалу. Если вы знаете эту мудру, пожалуйста, сделайте мудру. Вот великая земля, наполненная ароматами благовония и покрытая деревом с цветом. Великая Ангдара, носящая драгоценность луны и солнца в своем мне делаю, правим Будды. И предлагаю это все тебе. Пусть этим поступком, пусть каждое живое существо ощутит чистый мир. И дам Гуру Ратна Мандалакам Нирья Таятни. У меня есть молитва, принятие прибежища, которую я использую. Я хочу использовать сейчас эту версию. Я принимаю прибежища от этого момента, когда я достигну просветления Будды, сострадания, силы, в дарме, просветленной стороне истины и санхи. От добродетели, которые я совершаю и практикую это, даяние с пониманием пустоты, нравственность с пониманием пустоты, терпение с пониманием пустоты, радостное сердце, с пониманием пустоты, концентрация и мудрость. Пусть я достигну состояния Будды ради каждого живого существа. Я принимаю прибежища до того, как я стану просветленной Будды, в дарме и в санхи, в собрании, реализованной существе. Пусть добродетели, даяние с пониманием пустоты, нравственность с пониманием пустоты, терпение с пониманием пустоты, радостное усердие с пониманием пустоты, концентрация и мудрость. Пусть я достигну состояния Будды ради каждого живого существа. Я принимаю прибежища до того, как достигну просветления Будды, сострадание, мудрость, знание и силы, дарме, в просветленной стороне истины и санхи, в собрании реализованных существ. Через добродетели, практики даяния с пониманием пустоты, нравственности с пониманием пустоты, терпение с пониманием пустоты, радостное усердие с пониманием пустоты, концентрация и мудрость, я достигну состояния Будды ради каждого живого существа. Следующее, у меня есть традиция читать сутру сердца до того, как я начну пустоты. Итак, снова, просто расслабьтесь и слушайте сутру сердца. Сутру сердца – совершенство мудрости. Я преклоняюсь перед всем просветленным существами. Однажды я слышал эти учения. Победитель стоял на собрании великих монахов и великих монахов. В определенный момент победитель пошел в глубокую медитацию, и в этот момент он осознал, любящий глаза погрузился в глубокую практику, практику совершенства мудрости. Он совершенно увидел, что пять куч, пять частей человека пусты от какой-либо собственной природы. Тогда силы просветленного молодой монаха Репутра повернулся и задал вопрос великому воину, любящим глазам, реализованному, лорду силы. Если какой-либо сын или дочь уважаемой семьи надеется следовать глубокой практике совершенства мудрости, что им нужно делать? Тогда ответ великого воина, любящий глаз, дал свой ответ молодому монаху Репутра. Вот что Репутра любой сын или дочь благородной семьи должен делать, если он надеется следовать глубокой практике совершенства мудрости. Увидите для начала, что все пять куч, все пять частей любого человека свободны от собственной природы. Ваше тело – это пустота. Пустота – это не что иное, как ваше тело. Аналогично это касается ваших чувств, способностей различать и других факторов, которые составляют вас, и всех других видов осознанности, все они пусты. И тем самым, Шерипутра, каждая существующая вещь – она пустая, ничего не имеет свою собственную характеристику, ничего никогда не начиналось, ничего не кончается, ничего не чисто, ничего не становится чисто, ничего не становится меньше, ничего не становится больше. И таким образом, Шерипутра, вы можете сказать, что с пустотой нет тела, нет чувств, нет способностей различать, нет никаких других факторов, которые создают вас, и нет осознанности. Нет глаз, нет ушей, нет носа, нет языка, нет тела, нет ума, нет чего видеть, нечего слышать, нечего обонять, нечего чувствовать, нечего ощущать, не о чем думать. Нет ничего, что вы видите, и нет никакой части, которую вы осознаны, что вы видите. Итак, нет никакого непонимания мира, нет никакого остановки непонимания мира, и так верно до старения и смерти, и чтобы остановить старение и смерти. Нет никакого страдания, нет источника страдания, нет остановки страдания, нет пути для остановки этого страдания, нет знания, нечего достигать, и нечего не достигать. Таким образом, Шерипутра, святые воины нечего достигать, и именно поэтому они способны практиковать совершенство мудрости и оставаться в этом совершенстве мудрости. Это освобождает их от любого препятствия в их уме, и это освобождает их от всех страхов. Они идут за пределы неверного мышления и достигают абсолютного конца нирваны. Все просветленные существа прошлого, настоящего и будущего также следуют такое же совершенство мудрости, и тем самым это приводит к совершенному просветлению, несравненному абсолютному просветлению Будды. И в этом состоят святые слова совершенства мудрости, святые слова великого знания, святые слова непревосходящие, святые слова равны тому, кто запретен в рамках, святые слова, которые верны, поскольку неверными не могут быть совершенства мудрости. И таким образом, Шерепутра, великие святые воины должны тренировать себя в великом совершенстве мудрости. С этим победитель вышел из глубокого состояния медитации, он повернулся к великому воину, реализованному любящим глазам, и сказал верно, верно, он сказал, и верно снова. Это и так есть любой сын или дочь благородной семьи, должны следовать этому совершенству мудрости, так как ты обучил этому, и каждый, кто так ушел, радуется этим словам, как и я. И тогда победитель, казах, это молодой монах Шерепутра, возрадовался этому. И воин, реализованный любящий глаза, владыка силы, также возрадовался, и все собрание учеников возрадовалось. И так же весь мир, с его богами, людьми, полубогами, духами, возрадовались, все воспели свое восхваление победителю, тому, что сказал победитель. Итак, в теории, у нас сейчас все препятствия очищены, включаем мой телефон. Итак, мы можем начать. Итак, Ламрим переводится как «Шаги на пути». Это начинается с учений Лорда Будды. И там название книги. Это вот можно перевести как «Алгебра для чайников». Кэши Майкл относит вот эти учения Ламрим как «Просветление для чайников». Это учение пришло от Джей Зон Капа, который решил в 1357-1419 году. И вот это «Просветление для чайников» – то есть оно включает в себя сконцентрированную мудрость, сконцентрированные учения, следуя которым совершенствуем можно достичь просветления в этой жизни. И я должен обратить ваше внимание, что нужно следовать очень внимательно и совершенно, чтобы достичь эту цель в этой самой жизни. Совершенный путь к просветлению в этих учениях, но вы не можете это просто прочитать и стать просветленным. И вот в этом суть в том, чтобы обучать этому Пабонка Римпочи, который жил в начале 20 века, дал эти сильные учения. Там было собрание 700 человек в Тибете, и вот в те времена не было микрофонов, каких-то громкоговорителей, и поэтому говорить вот эти вещи передавались между малой группой людей, и у Пабонка Римпочи был настолько мощный голос, что он мог обучать 700 человек без какого-то усилителя голоса. Там был Тулку Триджан Каринпоче, у него 1901 год, 1908 год. Он делал записи, и он потом редактировал свои записи, написал эту книгу. Он учитель 14-т Далай-Лама, и Кен Римпоче – это сердечного учителя Геши Майкл. И вот я действительно прошу, чтобы у вас был этот текст, и этот текст переводится как «Освобождение на ладони вашей руки». Мы начнем с медитации пустоты, и медитируя внимательно, и соответствующим образом вы можете развить свои навыки медитации, и с большой работой вы сможете, прилагая большие усилия, вы можете осознать реальность и вести тот образ жизни, который приведет к воспросветлению. Но чтобы действительно прийти к этому осознанию, нужно развить этот инструмент медитации, поэтому мы начнем не с первого дня, а начнем с конца, чтобы изучать то, как проводить практику медитации. медитационная практика совершенного покоя, и, возможно, что-то будет запутано для вас, но просто оставайтесь. И тут многое объясняется. Когда я только начал изучать эти материалы, это не представляло для меня много смысла. Моя жена и двое лучших друзей моей жены, они погибли в авиакатастрофе, и было ощущение, что это было несправедливо, что они погибли, что у них больше не жизни, и моя жена отправилась в поездку, отправилась в изучение различных видов философии, чтобы найти ответы. Мы были взращены в религии христианства, но у нас не было ответа на то, почему они погибли. Они были настолько замечательными людьми. И наконец-то, через несколько лет, она обнаружила буддизм. И она поделилась этим со мной. И по мере того, как мы изучали карму и пустоту, у нас появилось больше смысла о том, что наша жизнь происходит от того, как мы относились к другим людям. И то, что мы делали в прошлой жизни, эти семена изнашиваются в этой жизни. И тогда это уже создает смысл. То, как самолет упал, потому что там двигатель отказал. Но почему двигатель отказал? Это из-за предыдущей кармы, которая раскрылась. И какая частности карма это была, мы не знаем. Но идея в том, что это падение было... И вот я думаю, что это вот просто не правильно воспринимать. Итак, вот карма воспринимается... Карма раскрывается, потому что мы делали что-то в прошлом. что-то, что они сделали в прошлом. И это раскрывается таким образом, что это влияет на их жизни и на наши жизни. Итак, чтобы изучить то, как медитировать, мы будем... Мы изучим шесть шагов того, как медитировать. Первое – это условия. Второе – это инструкции. И в последующих лет вам нужно будет подняться на девять шагов медитации. Сила ума. Четыре – способы изменения ума. И шестое – это совершенное спокойствие. Перед тем, как вы можете увидеть настоящую природу реальности, и вам нужно обрести тишину ума. Аналогия буддистской литературы – это как... Если вы в темной пещере, вам нужно свеча, чтобы увидеть это. И вот в темноте вы не можете это увидеть без свечи. И поэтому, если вы хорошо научитесь медитировать, этого также вы получите вот эту лампу, и у вас она приведет... Она позволит вам фокусировать внимание на учениях. Но если вы не сможете медитировать, намного... Будет более сложнее воспользоваться этой мысляной лампой, которая может осветить вам. Несмотря на то, какие цели вы преследуете, свои собственные помочь другим прийти к просветлению в заднюю жизнь. Если вы медитируете в абсолютной тишине, вы можете достичь всех целей достаточно просто. Если вы хотите медитировать глубоко, вам нужно начать с условий для медитации. Это представлено в лампе на пути Лорда Атиши, который говорит, что вы не можете собрать соответствующие условия для изучения медитации или вашей практики медитации. Если вы эти условия не соберете, вы можете просто тысячу лет практиковать, но ничего не достигнете в совершенной концентрации. Давайте теперь перейдем к Папон Кирит Паче. Он описывает условия для изолированного ретрита. Это также может применяться для нас, поскольку, хотя мы не собираемся в трехлетний ретрит, но это помогло на трехлетнем ретрите. Вот это частности учения моя жена проходила перед трехлетним ретритом. И вот студенты собирались в январе следующего года пойти в ретрит, и это вот было описано в учениях касательно того, что они должны были подготовиться к ретриту. Вот этот ламрим начался ламрим номер один именно с этого и начался. Итак, какие условия вам нужно обрести перед тем, как вы сядете в медитацию? Вам нужно иметь место, которое способствует к медитации. Вам нужно снизить свои потребности. Вам нужно радоваться тому, что у вас уже есть. Вам нужно начать прекратить какие-то внешне стимулирующие и внешние лишние виды деятельности. Вы должны быть высокоэтичным человеком. Вы не можете даже слегка проявлять какой-то обман в налогах. Даже слегка вы не можете обманывать своих братьев или сестер даже чуть-чуть. И номер шесть. Вам нужно очистить свой ум от каких-то случайных мыслей, и мы пройдемся по каждому из этих пунктов. Итак, вам нужно иметь место, благоприятствующая медитация, место, где вы планируете медитировать, должно обладать пятью качествами. Здесь идет цитирование Сутра Ламкара, написанное мастером Масангой, который получил это от Лорда Мэйтреи в предстоящем Будре. Итак, первое, вещи должны быть легко обнаружены. Территория ретрит-кабина, где вы находитесь, она должна содержать в себе те предметы, которые вам необходимы, и эти предметы должны быть получены добрым, честным способом. когда мы говорим, что нам легко обрести какие-то вещи, это означает, что их легко обрести, не причиняя вред другим людям. Еда и другие вещи также должны быть честно приобретены. И вот это могло создавать сложности в дни Джейсон Капа, поскольку в прошлые времена многие могли праздновать и противополить для медитации, но когда это так делается, неуспешный ретрит. Это должно быть совершенно местно. Вам нужно найти медитационную кабину в том месте, где святые люди медитировали до этого. В этой стране у нас нет тысячелетней истории практики медитации, у нас нет такой истории этой традиции, и поэтому сложно найти что-то подобное в этой стране. По крайней мере, старайтесь избегать тех мест, где есть какая-то негативная энергия. Это не должно быть места великого, большого, в этом месте не должно происходить каких-то больших конфликтов, и Алмазная гора это то сначала это место обладало тяжелой кармой и духами, но это было в самом начале. То, что вам нужно предпринять, это сделать небольшое исследование касательно того места, где вы хотите проходить львы, тигры, 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 это то, там вот медведи могли приходить во время ретрита в Алмазной коре. Итак, мы говорим о негативных духах. вы стараетесь быть дружелюбными с ним и проявляться страдания к ним. Во время трехлетнего ретрита у нас была проблема красными муравьями. У меня аллергия на красный муравьёк у меня начинает распухать и краснить ноги. им нравится протеин, сахар, масло и поэтому мы положили небольшие подношения сыр, сахар для протеина, сахар, сыр, протеин и масло и мы смотрели какой тип муравьёк это был и мы начали кормить их. И мы обнаружили, что им нравится сыр, тогда мы положили сыр и они пошли к сыру и больше не возвращались в нашу кабину. Но что было забавно, у нас был сахар в контейнере и позже мы осознали, что у нас был сахар в контейнере, но я не знаю знаете ли бы вот такие были там специи они хотели взять его и было несколько странно, но это подействовало, мы таким образом подружились с ними. Итак, мы поговорили, что вещи там легко обнаружить для вашего ретрита, должно быть совершенное место в совершенном расположении, третье, а под расположением означает, что это не слишком холодно и не слишком жарко, там, где температура соответствует вашему типу тела, вы не сможете проходить ретрит в сильно холодной кабине, постарайтесь сделать комфортную температуру для вас, место, почва, место, вода, все должно быть здорово, среда должна быть благоприятной, никаких химических веществ, которые могут угрожать, и так мы проходили трехлетний ретрит, где-то один раз, где-то 36 людей, и все были натренированы Геши Майклом, и мы знали всех этих людей, и у нас были хорошие отношения друг с другом, есть такое вот выражение тибетского медитирования с теми, это означает медитировать с тенью, как со своим другом, медитировать со своим другом, как с тенью, и вот этот четвертый пункт означает, что вам нужно иметь таких компаньонов, которые, как ваша тень, они следуют за вами, как ваша тень, иметь таких друзей, медитацию, медитацию, и пятое, иметь все необходимые материалы для медитации, Кенри Пачо говорил, вам нужно изучить заранее объект медитации, то, на чем вы собираетесь медитировать, объект медитации, и как вы собираетесь медитировать. Итак, следующее условие, вам нужно сократить свои потребности. Перед трехлетним ретритом нужно было сократить свои потребности. Не беспокойтесь о том, достаточно ли еды, красивая ли одежда. Чем больше у нас вещей, тем больше нам нужно делать, тем больше нам приходится что-то делать, тем больше медитационных сессий мы пропускаем. Чем больше медитационных сессий мы пропускаем, тем ближе мы к смерти. Будьте довольны тем, что вы получаете, когда вы проходите ретрит. Кто-то должен заводиться у вас и они готовят еду для вас. Это самый лучший вариант, который может быть. Вот если это не трехлетний ретрит, а хотя бы недельный ретрит, то это будет хорошо, если кто-то готовит для вас так, чтобы вы не отвлекались от своих сессий медитаций на мысли о том, что на ужин, что на обед, что приготовить. Во время трехлетнего ретрита мы сами готовили, и это было некоторое отвлечение. Я готовлю к своей семье, и поэтому у меня есть такие... Поэтому я отвлекаюсь на это, чтобы моя жена не беспокоилась. Но что важно с этим, чтобы кто-то готовил для вас, если это возможно. Это первое. А второе, если они готовят для вас, обсудите с ними то, что вам нравится есть, и то, что вам не нравится есть. Если кто-то вам дает блюдо, вам нельзя отказываться от него, вам нужно с радостью принимать его и наслаждаться той пищей, что вам доступно. Есть другой способ, чтобы думать об этом, который Кен Ринпочи обучал его на одном из занятий истоник всех моих благ, и он состоит в том, что вы знаете, вы не столько благодарны людям, которые заботятся о вас, вы также благодарны людям, которые находятся в магазине, которые испекли хлеб для вас, вы благодарны фермерам, которые выросли рожь, пшеницу, вы благодарны водителям, которые везли груз. вот, например, в продуктовом магазине мне нравится смотреть на лейблы, которые есть у женщин, которые они носят. и вот я вот как монах должен быть внимательным, поскольку часто этот лейбл с их именем на левой груди, лейбл и поэтому я часто смотрю на то, какое у них имя, и потом я думаю, спасибо, Иван, спасибо, что вы проверили, спасибо большое, я благодарю любого, пытаясь узнать их имя, мы просто предполагаем, что им нравится это, что они наслаждают своей работой, но мы можем упростить им это, действительно ли им это просто делать, и после того, как я вот знаете, как иногда по телефону разговора мы говорим, что если кто-либо слушает и какой-то человек заслуживает повышения, есть два разных вида, если это ваш первый день на работе, и это первое, и вот второе, что я попросил повышения, и второе, еще другое, что вот я нахожу интересным, я благодарю их за то, что они слушают мой неприятный голос, и они часто разбываются в улыбке. Это вот какие-то маленькие вещи, если вы хотите получать комплименты в будущем, если вы хотите, чтобы люди ценили вас за ту сложную работу, которую вы делаете, то создать условия тем, что вы благодарите других, и с намерением тем, чтобы вы создадите семена, чтобы в будущем вы получили такого рода признание. И это очень важно. Я еще расскажу, что это вот было, что очень важно понимать, почему, а не как. Это, как я говорил в начале учения, что важно, почему, а не как. Настоящее – это прошлое, и будущее – это настоящее. То, что происходит в настоящее, это то, что вы делали в прошлом. То, что будет происходить в будущем, это то, как вы реагируете в настоящем. И поэтому очень важно помнить об этом в уме. Если вы злитесь, вы просто создаете семена, чтобы слиться в будущем. Если вы будете стараться, чтобы не слиться, вы создаете семена для счастливого будущего. Номер четыре – это прекратить какие-то лишние виды деятельности. Это вот было перед ретритом. То есть, перед тем, как вы идете в ретрит, не стоит заниматься какими-то видеоиграми, чтобы не беспокоиться о том, как вы вернетесь к этим видеоиграм после ретрита. Поэтому прекратите какие-то внешние спыточные стимуляции. Пятое – проживать высокоэтичный образ жизни вести. Это очень важно. Мы поговорим больше об этом. Но это что-то, что нужно помнить. Вот эта фраза – «Это не моя карма, но…» «Это моя карма и так». Если вы скажете «Это моя карма, но…» «Ну, вот это вот, знаете ли, вот это вот так вот, а это…» «Нет, это ваша карма и так». Если вы скажете «Это моя карма, но…» «Это моя карма, но…» Это очень важно. И вы удивитесь, что если вы… если вы начнете напридаться этим, вы удивитесь, насколько часто вы говорите, что «Это моя карма, но…» «Карма, но…» «И вот если я готовлю десерт какой-то…» «Но торт…» «И когда я говорю «Моя карма, но…» «Но…» «Захочу ли я потом взять больше кусочек моя карма?» «Итак, если я хочу будущим получать больше кусочек, то какой мне кусочек надо взять?» «Не забывайте, карма – это движение ума, речи и нашей и сюда включаются речи и действия, и поэтому, если я хочу больше кусочек, если я дам ей больше кусочек, то в будущем я, может быть, не просто больше кусочек десерта получу, я получу лучшее, что может быть дано. Это вот как… Еще другой пример, когда мы делаем подношение, не… делайте просто подношение, что под рукой, а делайте то, что действительно приятно, самое лучшее, что вы можете преподнести эту свою практику, если вижу каких-то своих студентов, которые практикуют то, что я стараюсь обучать, то, чему я стараюсь обучать, я буду очень рад. практика – это самое прекрасное прекрасное подношение для меня. Хорошо, давайте посмотрим. поддерживать малых видов деятельности и снизить потребности для того, чтобы защитить свою медитацию. не идти в свой медитационный ретрит с одной тысячей видов деятельности. видов деятельности. Прекратите делать то, что вы не будете способны сделать, чтобы не разочаровываться в своих ожиданиях. вот когда я считал мантры, вот когда вы считаете мантры, это просто должно быть в каких-то разумных пределах. Вот на Тибетском языке, конечно, такой дух Бекар возвращался к высоким ламам, он приходил к высоким ламам, когда они практиковали, и они говорили, что если вы серьезно заботитесь о своей практике, в тот момент, когда вы начинаете серьезно практиковать, они начинают видеть. И они видели, как это... Какие-то... Они видят... Эти духи могли выглядеть, как какие-то строители рабочие. Они начнут, как только вы начнете что-то делать. А вот демоны пришли к ламе, и они отвлекали его ум на то, чтобы он делал какие-то астрологические карты, и тем самым отвлекли его внимание, чтобы он делал вот эти таблицы. И идея тут в том, что не делайте то, что просто приносит пустую трату времени. Джей Цзан Капа написал 10 000 писаний. Есть традиция в Тибете, что в заголовке указывается заглавие на трех языках. Джей Цзан Капа никогда не делал это. И он не делал это не потому, что он не мог на санскрите ему написать это. Он знал санскрит, но он боялся отвлечься от более высоких практик, и поэтому он этого не делал. Пабонка Ринппоче Ага, Пабонка Ринппоче он год вот ту историю, которая рассказывает, что он год потратили, чтобы делать эти астрологические карты. И это требовало все больше часов. Это создавало занятость и не помогало его практике. Номер шесть это избавиться от бесполезных мыслей. Постарайтесь иногда остановиться и подумать о том, как желание больше вещей создает проблемы, и помните о том, как ничего не обладает своей природой. Вы хотите новый дом, новый машин, все это создает занятость для вас вместо того, чтобы медитировать. Вы не будете помнить об этом через пять лет. Ваши способности к медитации это очень важно развивать. Все, о чем вы заботитесь, это проходящий медитационный навык, это инструмент, который настолько важен, и мы не хотим игнорировать это. учитесь хорошо медитировать, это очень ценно, очень ценно, что не только поможет вам, но поможет каждому. Этот статок Геши Майкл, я не совсем уверена, насколько так, но вот суть этого имеет как-то другое. и так оно стало. Итак, сейчас, если вы предприните усилия, чтобы обучиться этому, если вы реально посвятите себя этому, вы достигнете шамату в течение шести месяцев. Итак, если вы совершенно научитесь медитировать, и от моего личного опыта это то, что происходит. я не настолько беспокоен о том, чтобы достичь шамата через шесть месяцев, но я медитирую с 2005 года на 18-19 лет, и это вот достаточно все, что я хотел рассказать в этом занятии. Есть ли какие-то вопросы? Никаких вопросов? Не на данный момент. Хорошо, возможно, я всех вас погнал в тоску. Важная вещь с этим всем это не перенапрягаться со всеми этими учениями, но понимать, что это медленный, устойчивый прогресс. Я бы пригласил вас, чтобы обозреть то, что мы прошли. Одна из проблем моих студентов это, что они не запоминают. Запоминайте, насколько вы можете. я не буду вас спрашивать, но я действительно побуждаю вас, чтобы вы составили список того, что мы обсудили сегодня. И, возможно, начали вести книг. Итак, важная речь, которую нам нужно сделать в конце учений, это посвятить добродетелю, который мы сделали. Итак, это посвящение, которое приходит из ACI курсов. то, что я использовал в трехлетнем речи, что я только что совершил, пусть все существа обретут собрания добродетели и мудрости, и благодаря этому обретут абсолютное тело, которое создаёт добродетель и мудрость. Во время трехлетнего ретрита у меня было посвящение на две страницы. Пусть источник дармы распространяется, пусть это помогает каждому, и пусть дарма ум водхе порождается и постоянно увеличивается. Итак, мы дальше пройдём по различным этапам медитации, как обзор. Это будет второй курс Ламрим 2, второй курс Ламрим 2 будет это вот то, что мы делали в медитационном ретрите. Мы там медитировали каждый день, и мы будем изучать различные аспекты медитации. И этот первый год вашей медитации это вот очень сложно о чём-то думать. Мы думали о пустоте, пустом пространстве. Это вот мне это достаточно динамично. Там есть некоторые сложности в понимании и проблемы, которые у вас есть в медитации, ваше сердце ускоряется. Самый лучший способ, чтобы изучить, какие бывают сложности медитации, начать медитировать, и мы будем разбираться в том, что происходит. И это вот такой путь тоже практически вам нужно изучать и медитировать, чтобы понять, какие бывают проблемы в медитации, с которыми вы сталкивались во время своего опыта, и мы будем изучать это, будем стараться понять это. Это сложный предмет для преподавания, но то, что самое важное, это чтобы вы медитировали каждый день. И выберите какое-то время для медитации и придерживайтесь ему. Не обещайте себе, если вам нужно в 7 утра идти на работу, то вставайте в 6 и медитируйте. Моя практика медитация лучше всего проходит утром, поскольку в течение дня, а сейчас я уже на пенсии и я могу делать медитацию, когда мне удобно. Этим утром мне нужно было в 5 утра медитировать, поэтому я проснулся в 3.30 и это была хорошая причина, чтобы сделать медитацию. Я стараюсь делать медитацию перед тем, как начнется день. Начнется день. Лучше всего делать медитацию каждый день в одно и то же время. Нет ничего плохого медитировать ночью. Если у вас остается силу медитировать, постарайтесь медитировать каждый день в одно и то же время. Если вы начнете медитировать 5 минут эту неделю и добавлять одну минуту каждую неделю, то за год у вас будет медитация 57 минут, то есть это час, как раз точек преподобия Шемайкова. в течение часа мы медитируем над этим объектом. Гешмайков говорит о том, что медитировать в течение часа означает, что вы стараетесь медитировать. И сначала это лучше 5 минут хорошей медитации, потому что для начала лучше. Не поражайтесь тому, что вам нужно медитировать в течение часа. хэдэй, ты что-то написала? Спасибо большое, Ламасамати, за эти прекрасные учения. Очень благодарны за ваше время. И спасибо большое, что поделились этим прекрасным учением. субтитры. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Я очень рад этому обучать. Итак, занятие будет обычно один или два, если мы пойдем глубже. Я стараюсь держать это в той линии, как Геши Майкл обучал этому. И вот это наше первое занятие нам Рима. и мы пройдем от этого дальше. я отцню, когда вы приходите в время, когда вы начнете 5 минут позже, если мы начнем класса для медитации. начинаем с короткой медитации, поэтому важно приходить вовремя. Я начинаю в 2 часа. Если вы опаздываете, я буду разочарован. Поэтому я очень ожидаю, чтобы все уже были в 2 часа. Если нет других вопросов, я думаю, что это все на сегодня. Я просто хочу сказать спасибо большое достаточно Мисумаси за то, что обучаете нас на Мриме 1. Я помню, когда я начала обучаться в Мриме, это был Мриме 34. Это был 34 или 30 какой-то. Я никогда не думала, что у меня будет полностью с самого начала с самого начала дни течения с особым учителем в моем сердце. Спасибо большое, что вы делаете это для нас. Пожалуйста, оставайтесь здоровыми, чтобы мы могли нагнать. Вот интересно, Аля, что ты упомянула это, поскольку после этого первого курса в ноябре 2010 мы пошли в трехлетний ретрит. И вот это настоящий вызов для меня слушать Мам Рим во время трехлетнего ретрита, что я не слушал то, что говорил Кеши Майкл для меня. Да, что Кавел Кеши Майкл тогда, поскольку в трехлетний ретрит как это продолжается. Я надеюсь, что я буду смотреть, что кто-то спрашивает что они не получили свои чипсы. О, там кто-то ждет, что они... У нас большой репертуар большой репертуар еды. И мы были очень спойланы. Но то, что моя жена и я делали, мы... А чтобы получить ту заботу, которая у нас была, мы оплачивали... А чтобы получить ту заботу, которая у нас нужна, мы оплачивали еду для других кабинок. Мы оплатили... Мы создавали вот эти семена, чтобы кто-то завозился у нас, поскольку другие люди, которые проходили ретрит, это были сильные промышленные объекты. Мы создали причины, которые помогли нам получить ту заботу, которая нам нужна. И потом было интересно узнать, что, поддерживая этот фонд Алмазной горы, вы можете создать причины, чтобы легче пройти свой ретрит. Хорошо. Заботьтесь, берегите себя, увидимся в пятницу. Если у вас есть какие-либо вопросы, я адресую вас Наталья. Я еще не решил, что мы будем делать в пятницу. Давайте подумаем об этом. О, я думаю, что у Франциско есть объявление. О, хорошо. Да, спасибо. Спасибо вам, Сумати, за эти учения. Пожалуйста, оставайтесь с нами. О, я начал с Ламбрием 37. О, я пропустил весь Ламбрием. Итак, это благословение слышать это. Спасибо большое и пожалуйста, stay with us. Пожалуйста, мы приглашаем вас выбрать какую-либо цитату из этих учений и отправлять это Наталье. Наталья, она также курс, она менеджер этого курса. Вы можете быть на связи с ней. Пожалуйста, собирайте цитаты из этого курса и делитесь ими с Натальей. Спасибо большое Ламаса Мати, что обучаете на вас. Спасибо большое всем за возможность обучать. Я прилагаю самые лучшие усилия, чтобы преподавать так, как преподовал Геша Майкл. Хорошо. Пока-пока. Спасибо большое Ламаса Мати.